Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на нашем очередном вебинаре «Правильный понедельник», который посвящен основным, ключевым, наиглавнейшим фундаментальным отчетам прошлой недели. Огромное всем спасибо за присутствие на вебинаре. Уверяю, информацию, которую мы сегодня снова разберем, будет не лишней, особенно тем трейдерам, которые понимают и осознают влияние фундаментальных событий на поведение финансовых активов. Сценарий у нас традиционно уже устоявшийся. Основные события прошлой недели, ключевые данные, которые на повестке обсуждения, и замыкаем вебинар ключевыми ориентирами, целями по наиболее ликвидным валютным парам. Прежде чем двинуть дальше, давайте проверим качество связи, как меня слышно и нет ли проблем с изображением. Если все нормально, можно поставить плюсик и будем двигаться дальше. Как меня слышно? Большое спасибо, Евгений, за обратную связь. Будем надеяться, что если вы меня слышите, значит, с моей стороны канал коммуникации, по крайней мере, нормально все с точки зрения техники. Большое спасибо, Александр, Марина и Евгений Основа. Только уже оборак. Ну что ж, тогда будем начинать. Неделька была довольно-таки интересна. Я думаю, что времени терять не будем, поскольку разобрать нужно основные события. Поэтому те, кто хотел присутствовать на вебинаре, уже в сборе. Может быть, кто-то подключится еще по ходу. Обычно так и бывает. Ну и традиционно, буквально завтра, этот вебинар будет доступен уже в записи. Соответственно, можно будет уже оффлайн ознакомиться со всеми посылами, которых мы будем придерживаться в рамках этой недели. Я уверен, вы заметили то, что на прошлой неделе мы сделали основной акцент, благодаря тем событиям, которые были на повестке нашего обсуждения, и основной акцент на данные по инфляции, поскольку именно эта статистика сейчас является определяющей для действий большинства регуляторов для развитых рынков. Это крайне низкие значения инфляции, которые, в принципе, заставляют стимулировать экономику, попытки ее разогнать для развивающихся рынков, для некоторых. Правда, эта проблема связана с высокими показателями инфляции. Но нас интересуют больше, конечно же, развитые рынки, поскольку нас интересуют те валютные активы, которые сейчас и создают самый интересный фон и, соответственно, большое количество возможностей, которые мы непременно должны использовать. Европейская валюта прямо с открытия торгов понедельника попала под фундаментальные факторы давления и к концу торговой сессии среды просела до отметки поддержки 1.12. В частности, на евро продолжали оказывать давление сильные данные по индексу цен производителей США, которые участники рынка, разумеется, так же, как и мы с вами, интерпретируем в качестве долгожданного основания для ужесточения американской монетарной политики. Напомню, что индекс потребительских цен США указал на рост показателя до 1,1% в годовом выражении и на 0,4% в месячном выражении. Чтобы не быть голословным, я хочу сказать, что это не просто прирост по сравнению с прошлым индикатором. Это самые лучшие значения по инфляции, которые мы наблюдали за последние три года. И как только эти цифры были обозначены на экранах наших мониторов, если вы следили за экономическими событиями в календарях, я думаю, что вопросы отпали у многих скептиков, которые полагают, что низкие значения по инфляции по-прежнему будут оставаться тем самым фактором, следствие которого ФРС не способит пока проявить решительность касательно повышения процентных ставок. Мы с вами были, скажем, более реальными трейдерами с точки зрения оценки фундаментальной текущей картины. И, разумеется, стали готовиться к тому, что инфляция имела основания подрасти. И по факту, получив эти данные, особенно не удивились, а просто получили сигнал того, что мы все делали правильно до этого. И эта статистика как раз и настраивает на рост американца, который мы, в принципе, видим и по сей день. Доллар японская иена сейчас также продолжает котироваться недалеко от отметки 110. И мы понимаем то, что у доллара сейчас, как никогда, много факторов поддержки, оснований, чтобы сохранить вот этот прежний бычий импульс и продолжить восстановительное раль. Во вторник выступил главный экономист Европейского Центрального Банка Питер Прайд, который был весьма сдержан в своих комментариях, которые касались перспектив европейской монетарной политики. Видимо, его прошлая инициативность, на которую мы делали ставку около двух месяцев назад, в анонсе планов Европейского Центрального Банка, столкнулась с абсолютно оправданной критикой в лице Марио Драги, который в последнее время делает все возможное, чтобы мировая общественность не обвинила европейский регулятор в развязывании валютных войн. Это правильная позиция, тем более, что в отношении Банка Японии мы недавно слышали со стороны тех же самых Соединенных Штатов Америки, что японский регулятор сознательно формирует исключительно конкурентные преимущества для своих национальных производителей. И, в частности, именно вот эту критику мы с вами и использовали в качестве аргумента, из-за которого Банк Японии, скорее всего, может отложить валютные интервенции. Собственно, именно это и произошло. Даже тогда, когда пара оказалась на тех уровнях, на которых, в принципе, не должна была оказаться, и вероятность, где вступление в игру со стороны японского регулятора была очень высокая, мы видели то, что выжидательная позиция сохранилась, и Банк Японии ничего не предпринимал. Потому что побаивался вот этой критики и обвинений со стороны развитых рынков, особенно в преддверии саммита. Чудеса волатильности показывала британская валюта, хотя статус, может быть, даже самого и одного из самых подвижных активов развитых рынков фунт сохраняет уже в течение длительного периода времени. Сегодняшняя торговая сессия в понедельник, который обычно характеризуется локальной проторговкой, небольшой волатильности из-за пустого экономического календаря. Мы видим то, что фунт активно снижается и, в принципе, сейчас претендует на то, чтобы провалиться больше, чем на фигуру за одну торговую сессию. И я уверен, что это только начало. Хорошо, что трейдеры наконец-таки стали спускать этот валютный актив, стремясь отправить его к более оправданным уровням. Мы, правда, допускали эту коррекцию гораздо раньше, но в игру вмешались результаты общественного настроения, о которых мы поговорим чуть позже. В частности, на прошлой неделе, в начале торговой пятидневки, мы видели результативную попытку фунта прорваться к уровню 1,46. И как раз причиной подобного интереса в отношении британской валюты и состоявшегося ралли стали данные по новому опросу респондентов. В частности, если среди присутствующих сейчас есть те, кто посещает ежедневный брифинг, завтра я вам предложу уже новую оценку общественного опроса, которая, судя по текущей динамике, уже, понятно, склоняет большинство постепенно в пользу того, что Англия может оказаться автономным государством. Но это так, скажем, в порядке интереса к завтрашнему брифингу, сейчас я не буду останавливаться на этом событии, но завтра обо всем подробнее расскажу. Поэтому мы сейчас давайте все-таки вернемся к прошлой неделе и к тем данным, которые мы имели возможность интерпретировать и обсуждать в ходе прошлой пятидневки. То есть, это опрос общественного мнения респондентов, который отметил, что в целом большинство поддерживает сообразность сохранения Англии в составе ЕС. Вероятно, активная правительственная пропаганда неизбежных последствий в виде ухудшения уровня жизни, а также риска нарушения прежнего торгово-партнерского взаимодействия со странами ЕС, а может быть, даже еще более серьезное влияние сыграл риск того, что Лондон может потерять статус мирового финансового центра, все-таки сыграло свою роль. Стоит отметить то, что неспособность пары фунт-доллар в начале прошлой недели преодолеть планку 1,46 была еще связана с выходом слабых данных по инфляции. В частности, индекс потребительских цен в годовом выражении снизился до 0,3% против прошлого роста на 0,5%. Банк Англии уже признал, что инфляция сохранится ниже целевого значения 2% в течение более длительного периода времени, что и спровоцирует Центральный банк дальше держать ставку на рекордном низком уровне, на котором она находится, если мне не изменяет память, с марта 2009 года. То есть ставка на уровне 0,5%. В результате, отреагировав на слабую статистику, мы видели, как фунт локально отступил во вторник и добрался до отметки 1,144.59. Доллар японская иена продолжила консолидироваться рядом с сопротивлением 109, но мы делали ставку на то, что рост может продолжиться, поскольку были все основания для того, чтобы пара USD иена пошла на отметку 110. Мы, в принципе, видели, как наши ожидания были оправданы, потому что этот бычий посыл, собственно, и был реализован в том, что доллар должен подрасти. Во-первых, помимо резонанса и реакции на очень сильный отчет по инфляции, о чем я отметил в начале этого вебинара, поддержку доллару оказали еще и данные по промышленному производству, которого выросло до 0,7% в месячном выражении, с прошлого снижение на минус 0,9%, то есть очень серьезный контраст, который указывает на то, что промышленность не просто вышла в плюс, но и, в принципе, может оказаться очень неплохим драйвером для того, чтобы подстегивать и дальше показатели экономического роста и тем самым влиять на решение ФРС о повышении процентной ставки. Стоит коснуться также представителей ФРС в контексте очевидного изменения расстановки сил, которая стала еще более очевидной после опубликованных протоколов. То есть у нас баланс сил между ястребами и голубями, и сейчас этот баланс сил постепенно смещается в сторону ястребов, которые выступают за жесткую политику, за нормализацию денежно-кредитного курса и разгон процентных ставок. В частности, продолжили мы следить за выступлениями высокопоставленных чиновников. Руководитель ФРБ Ричмонда Джеффри Лейкер отметил в понедельник, что присутствуют весомые аргументы в пользу повышения ставки в июне, однако есть одно «но», собственно, как и всегда. В данном случае это «но» заключается в том, что Лейкер не является главующим членом. Но разочаровываться не стоит, потому что после него состоялось выступление еще и руководителя ФРБ Бостона Эрика Розенгана, который является главующим членом, и который отметил то, что рынки явно недооценивают сроки от следующего повышения процентной ставки. То есть в его конференции, в его словах и высказываниях между строк мы явно прочли тот факт, что он готов отдать свой голос за повышение ставки уже в ходе следующего заседания, которое состоится в середине июня, к которому мы неумолимо приближаемся. Во вторник подобную позицию поддержали еще Вильямс и Денис Локарт, которые также отметили высокие шансы на 2, 3 или даже 4 повышения процентной ставки в этом году. Но 4 – это, конечно же, на мой взгляд, совершенно нереально. Можно сказать, что, чтобы уложиться в подобные планы, нужно начать повышать ставки в ходе последующих заседаний буквально со следующего месяца и до конца этого года. Наверное, такую решительность ФРС проявит вряд ли, хотя все может быть. Мы видим, как резко меняется фундаментальная картина, и если буквально 2 недели назад вероятность того, что такие изменения вообще могут произойти, оценивалась в 0%, а сейчас вероятность составляет уже больше 40%. До заседания в июне у нас еще порядка 20 дней. То есть за этот длительный период времени у нас выйдет много отчетов. Мы снова обратим внимание на актуальную статистику по Non-Farm Payless в начале июня. Последим за ростом заработанных вклад. И если в этот раз данный блок статистики снова не разочарует, тогда уверен, что вероятность повышения ставки скакнет за пределы 50%. Может быть, даже окажется гораздо выше. Это серьезный посыл, который сводится сейчас от меня к вам для того, чтобы вы недооценивали, собственно, как и сказал Эрик Розенген, возможности решений, которые могут произойти уже в рамках предстоящего июня. Из других активов давайте перейдемся немного на инвестическое сырье. Бренд у нас умудрился добраться до отметки 49.66. Вы помните, когда этот актив уже перебрался за сопротивление 49.50. Вероятность того, что мы увидим 50 и, может быть, еще выше, уже стала настолько очевидна, что в этом никто не сомневался. Но 49.66 – это оказалось локальным максимумом, поскольку потом рынок, может быть, осознал факт крайне избыточного бычьего ралли. Может быть, стал больше копаться в фундаментальной картине и осознал наличие больше предпосылок для коррекции. Как бы то ни было, но после этого пошел откат и хорошо, потому что нам этот откат сейчас нужен как воздух. Тем более, что мы придерживаемся короткой сделки по нефти и, соответственно, делаем в связи с этим ставку на девальвацию рубля. Если вернуться к динамике нефти, из важных отчетов прошлой недели. Сначала это оценка запасов нефти по версии API, которые за прошлую неделю снизились на 1,1% против роста недели ранее на 3,4%. В принципе, хороший фундамент для того, чтобы подстегнуть интерес к нефти, и мы увидели реализацию этой недели. Но помимо этого, рынок еще обсуждал прогнозы Goldman Sachs, я думаю, что и многих других инвестиционных банков, да и, в принципе, пытался вытянуть позитив из той статистики, которая к нему, собственно, не располагала. Этот позитив касался возможности скорого восстановления баланса между спросом и предложением. То есть, вот эта мулька, которая, в принципе, несостоятельная сейчас, я надеюсь, что среди вас, уважаемые трейдеры, есть также те участники финансовых рынков, которые не игнорируют статистику, следят за ней и согласны со мной, что эта проблема сохраняется. И ее решить возможно только, если снизить объемы производства. Шансы на это были. 17 апреля, к сожалению, стороны не договорились. Сейчас у нас уже 2 июня заседание ОПЕК, очередная попытка вывести рынок энергоресурсов на какое-то подобие балансового в перспективе состояния. Но, судя по комментариям министра нефти, которые мы слышали в воскресенье, Иран уже не будет поддерживать такую инициативу. Поэтому можно уже готовиться к тому, что 2 июня ничего интересного, собственно, как же 17 апреля, не произойдет. Никаких договоренностей достигнута не будет, и мы продолжим раскладывать позиции черного золота. Очень интересно смотрелись пары USDCAD и USDCAD. В принципе, интересно с точки зрения сохранения своих лидерских качеств, прежде всего для доллара и слабости, для канадца и франка. Мы видели это вследствие укрепления доллара, поэтому пары буквально к середине недели добрались уже до уровня 1.3029 и 0.9873 соответственно. После оценки от частного агентства API у нас была возможность переключиться на официальные данные от Минэнерго, что, собственно, мы и сделали. Напомню, что даже вопреки снижению запасов по версии API были все-таки предпосылки увидеть рост запасов уже от официальных данных. Мы сделали на эту ставку и надеялись, что эта статистика повлияет на коррекцию нефти. Этот расчет был правильным, потому что запасы действительно выросли по официальной оценке на 1.3 миллиона против прошлого снижения на 3.4 миллиона. Это поспособствовало тому, что Brent скорректировался, еще также подстегнуло снижение нефти и то ралли, которое по-прежнему продолжалось в отношении американца. Я напоминаю вам то, что рост американской валюты приводит к якобы повышению стоимости сырья, которое номинировано в долларах, а поскольку высокие цены влияют на спрос, в конечном счете это снижает цену. Эта логика сохраняется в течение многих десятилетий, поэтому за статистикой по запасам именно с позиции таких рассуждений и следят, мы это делаем совершенно таким же образом. Сильная валюта, сильный доллар повлиял на коррекционную динамику Brent, и мы увидели, как этот актив оказался ниже 49 долларов за баррель. Британская валюта улетела в космос, это произошло буквально в среду в четверг, преодолев уровень 1.45 и в принципе добралась до недельного хая, который был зафиксирован на отметке 1.4662. Обычай ралли по фунту подстегнули результаты опроса агентства Ипсеса Мори. До этого у нас не было ссылки на источник опроса общественного настроения. В четверг мы его получили, точнее в среду. И согласно этой оценке стало очевидно, что 55% опрошенных респондентов выступают за целесообразность сохранения членства в рамках ЕС. В то время как 37% высказались в пользу того, что Англия может уже вполне оказаться самостоятельным государством. Если еще обратить внимание на другую статистику, которая касалась, помимо общественного настроения, макроэкономической картины по Англии, можно было отметить еще рынок труда, согласно которому безработица так осталась на прежнем уровне 5.1%, при этом заработные платы, включая премии, прибавили 2% против прошлого роста на 1.8%. Несмотря на то, что обзор превзошел ожидания экспертов, и вроде бы это хорошая цифра, я надеюсь, что вы помните то, о чем я вам рассказывал ранее в ходе прошлых вебинаров, и на брифингах мы делаем на этом акценты еще чаще. То, что показателей в 2% по приросту заработных плат недостаточно, чтобы подстегнуть рост индекса потребительских цен. Нужен куда более высокий прирост, его сейчас, разумеется, нет. Поэтому у нас есть абсолютно объективная, фундаментально оправданная картина ожидания того, что Банк Англии очень нескоро пойдет на повышение процентной ставки. Ну, если, конечно же, не произойдет какого-то форс-мажора, связанного с выходом Англии из состава ЕС. Потому что, если это случится, валюта может серьезно обесцениться, это разгонит индекс потребительских цен, и тем самым заставит просто Банк Англии вмешаться в ситуацию и сбить уровень инфляции через рост процентных ставок. Но я думаю, что вероятность этого сценария гораздо меньше, чем вероятность того, что Англия все-таки останется в рамках ЕС. Вот спекулировать мы на этом фоне, безусловно, продолжим. Но я хочу, чтобы вы объективно понимали, что Англия останется в рамках Европейского Союза. В среду без статистики не обошлись и евротрейдеры. В частности, у нас была возможность переключиться уже на окончательный отчет по индексу потребительских цен еврозоны, который снизился на 0,2%. Это в годовом выражении. Поэтому интерес особый к этому отчету. И те риски, которые были связаны с этим уже постфактом, являются сейчас абсолютно оправданными. И мы понимаем то, что если годовое значение, который уже месяц держится на отрицательной территории, это уже реализованы риски дефляции, которые и должны, по идее, подтолкнуть ЕЦБ, задуматься о вмешательстве в ситуацию и запуске, может быть, хотя бы сейчас в формате анонса, новых мер экономического стимулирования. Относительно марта в месячном выражении индекс остался на нулевой территории. Это также контрастирует с оценкой прошлого месяца, когда мы видели прирост на 1,2%. Я допускаю то, что когда у нас будет возможность обратиться к актуальным цифрам спустя какое-то время по инфляции в рамках еврозоны, по месячному эквиваленту мы также будем наблюдать уже значение со знаком минус. И это уж точно заставит многих трейдеров пересмотреть свой позиционный взгляд в отношении евро, все-таки поставив на его фундаментально оправданное ослабление. Хотя я думаю, что многие из вас это уже сделали, потому что если вы это сделали, вы уже должны находиться в очень неплохом профите, потому что мы корректируемся с отметки выше, чем уровень 1,16. Слабые данные по инфляции, как я уже отметил, позволяют нам надеяться на то, что ЕЦБ не останется в тени, но это, конечно же, плоскость обсуждений, которая уходит на непонятную перспективу. Мы не знаем, когда ЕЦБ выступит с такой решительной речью, когда Марио Драгер позволит себе констатировать объективные проблемы, подготовить рынок к ожиданию, может быть, еще одного раунда, снижение процентных ставок, либо решение программы количественного смещения. Но понимаем, что для этого основания все есть. Вот этих ожиданий сейчас уже вполне достаточно, чтобы понимать и осознавать незавидные перспективы главного валютного риска, которые уж точно не сулят ему какие-то немыслом и высокие значения, а напротив, создают очень неплохие основания для снижения. На этом фоне мы видели, как пара евро-доллар добралась до отметки 1,1213, и, в принципе, спустя какое-то время даже поддержка 1,12 также опала, но вот закрепиться ниже этого уровня пара евро-доллар пока не смогла. Поспособствовали давлению на евро еще опубликованные в среду протоколы. Мы отводили этому событию статус наиглавнейшего среди всей недели, делали на него большую ставку, и я думаю, что в этот раз, в принципе, протоколы у нас не разочаровали. Волатильность могла бы быть, по идее, повыше. Но самое главное, что мы получили явное и точное свидетельство со стороны представителей ФРС о том, что американская экономика находится на пути экономического восстановления, и решение, касающееся повышения ставки, будет зависеть от последующих макроэкономических отчетов, выходящих данных. Вот с этим как раз проблем, разумеется, нет, потому что какой бы отчет мы сейчас бы не получали по США, у нас хорошая статистика, которая тут же повышает шансы на разгон процентных ставок уже по итогам июньского заседания. Евро продолжило снижаться в четверг, причина осталась прежней, это данные по индексу потребительских цен, годовые значения минус 0,2%, то есть они резонировали и, в принципе, делали это правильным образом. В пятницу мы переключились на статистику по индексу цен производителей Германии, но отчетов было не так уж и много, поэтому мы обратили внимание на компоненту будущего показателя по инфляции. Индекс снова просел, как и в прошлый раз, минус 3,1%. В годовом выражении это очень мало, и фактически это явное свидетельство того, что инфляция будет снижаться и в рамках Германии, а то, что инфляция снижается в рамках Германии, это также сигнал того, что такой же спад будет и в рамках еврозоны. Доллар укрепился против иены, спасибо нужно сказать заявкам на пособие по безработице, 278 тысяч против прошлого 294. Ну а может быть даже большую поддержку американцу оказали комментарии Лейкера о возможности 4-х повышения процентной ставки и выступления Дадли, который отметил, что роничные продажи, которые мы буквально анализировали несколькими днями ранее до этого, подтвердили ожидания сильного роста ВВП. Я действительно считаю, разделяю позицию Дадли о том, что американская экономика продолжит восстанавливаться, и на фоне отсутствия сейчас затяжных глобальных рисков, мы давайте не будем в расчет брать Брекзит, потому что это еще перспектива только ближайшего времени, в июне об этом поговорим сейчас. На рынке созданы все условия, чтобы не штормить американскую экономику извне, и давать ей наслаждаться собственным фундаментом. И как раз этого мы и ждали, когда прочие факторы неопределенности, факторы, которые невозможно предугадать, спрогнозировать, ушли с повестки обсуждений, и у нас появилась возможность фокусироваться только на отчетах, на статистике, которую мы умеем анализировать. Поэтому за последние несколько недель мы получаем сигналы для доллара, и очень, на мой взгляд, успешно их используем в восстановлении пары доллара-японская иена. А фонд в четверг умудрился улететь, как раз, как я отметил, в Дахае 1,4662. Помимо резонанса протоколов ФРС, еще вышли данные по ручным продажам в Англии. Вопреки ожиданиям, потребительская активность в прошлом месяце выросла на 1,3%, после падения на 0,5%. За год по дазру выросли на 4,3%. Что касается того отчета, который был представлен по итогам МАЗа, то есть пересмотра, там он был пересмотрен, но в сторону повышения. Еще один сигнал в пользу потребительской активности в Англии. Но сейчас ссылаться среднесрочно, долгосрочно, тем более уж на этот макроэкономический отчет точно не стоит, потому что, уверен, это случайность. И в преддверии как раз приближающегося Брекзита мы сейчас будем видеть, как риски неопределенности скажутся на потребительской активности. То есть месяц мая закончится, за ним наступит июнь, а в июне мы будем подводить статистику как раз мая. И вот за май я жду очень слабых цифр, которые только еще раз дополнительным образом укажут нам на слабости всего британского рынка. И я надеюсь, что к этому моменту мы уже будем находиться в затяжном штопоре по паре фунт-доллар и, может быть, еще ближе станем к уровню 1.42. А кто знает, может быть даже к отметке 1.40. Нефть после достижения минимального уровня 47.38 изобновила рост и снова ушла выше 49. Радовали нас по-прежнему USDCAD, HIGH 1.3152 и USDCAD, который добрался до отметки 0.9921. Вот если бы мы с вами оказались на паритетном значении, я бы считал то, что это у нас была бы лучшей неделей за последние много месяцев. Но пока доллар взял локальную паузу, но мы понимаем то, что паритет он по-прежнему неизбежен. Австралийская и новозеландская валюты закрытия на отметках 0.7225 и 0.6739. Что касается торговой сессии в пятницу, то мы обратили внимание на канадский макроэкономический фонд, поскольку вышли данные по роничным продажам и данным по инфляции. Роничные продажи снизились на 1%. Плохая статистика, которая указывает на то, что вслед за первым кварталом, очень слабым для Канады, идет точно такой же и второй квартал, связанный и основанный на очень плохой потребительской активности. Что касается инфляции, то снижение цен в месячном выражении с 0.6% до 0.3% также указывает на то, что с этим есть большие проблемы. Поэтому нам нужно настраиваться на девальвацию канадской валюты и нужно прекрасно понимать, что именно это мы и увидим. Если не через рост доллара, если не через снижение цен на нефть, то по крайней мере через решение Банка Канады по снижению процентной ставки. То есть в любом случае канадской экономике нужна слабая валюта и для этого будут задействованы все возможные инструменты, как внешние, так и внутренние. На этом все. Предлагаю перейти теперь к отчетам, которые у нас впереди на повестке. Завтра данные по ВВП Германии в 9.00 по московскому времени. То есть когда мы проведем брифинг, у нас уже будет цифра на руках по экономическому росту. Важнейшие отчеты это индекс оценки текущих экономических условий Института Зью и индекс настроения в деловой среде, также от Института Зью по Германии. Хочу сразу настроить вас на то, что учитывая последние данные по индексам деловой активности в ключевых секторах немецкой экономики, а также крайне низкие значения по инфляции, которые сейчас находятся на минимальных уровнях с января 2015 года, что сказывается на низкой потребительской активности. Не думай, что бизнесмены с оптимизмом смотрят в будущее, потому что они в принципе, исходя из такой корпоративной культуры, конечно же обязаны сперва закладывать риски, которые могут возникнуть. Сейчас учитывать текущую экономическую реальность, на оптимизм настраиваться не стоит. Поэтому завтра от Зью я жду слабые цифры, которые могут усилить давление на европейскую валюту. Также под конец дня отчет Американского института нефти по АПИ. Смотрим за этой статистикой. Прошлая неделя явно показала нам, что трейдеры крайне чувствительны к этим данным. Соответственно, реакция логична. Если запасы снижаются, значит нефть растет. Если запасы напротив растут, значит нефть снижается. Будем надеяться, что АПИ повторит оценку официальных статистиков прошлой недели. И мы увидим давление на них. Потому что как раз коррекция нам сейчас и нужна. Хотя помимо данных по запасам, у нас есть достаточно прочего фундамента, который также создает больше оснований для снижения энергоресурсов. А в среду индекс делового оптимизма от ИФА. Эти отчеты я отметил, потому что они есть на повестке дня. Но все-таки это уже не такая важная статистика, как Зью. Вот по Зью мы уже все поймем по настроениям. И на ИФА рынок уже не обратит, собственно, никакого внимания. Решение Банка Канады по процентной ставке. Сейчас слишком рано говорить о том, что банк пойдет на снижение ставки. Но нам интересно будет послушать сопроводительное письмо, которое будет опубликовано по факту выхода ставки. И вот там мы поищем намеки на дополнительное смягчение в будущем. А может быть даже получим уже точное железобетонное свидетельство, что если не через рост американской валюты, то, по крайней мере, через осознанные действия Банка Канады, мы увидим решение по снижению ставки и, соответственно, ослабление канадского доллара. Уверен, что именно так оно и произойдет, потому что первый квартал слабый. Он неспроста был таким плохим. В основу закладывались постепенно слабости роничного сектора, промышленности. И все-таки низкие цены на нефть, объективно говоря, они такими не сохраняются. И эта проблема, в конечном счете, была вылита в спад ВВП для Канады. Если ее не решить, если не поддержать национальных производителей, не восстановить торговый баланс, ничего не изменится. Решить ее можно только через, как я уже сказал, тремя сценариями. Сильным долларом, снижением цен на нефть и, соответственно, снижением процентной ставки. Но поскольку мы этот отчет рассматриваем с точки зрения действий Банка Канады, я считаю то, что мы увидим снижение ставки, но не сейчас. Для Канады это все равно уже затяжной период слабости. И то ослабление, которое мы видели в последнее время, это только начало, потому что USDCAD идет на отметку 1.35. В 17.30 запасы нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. Более серьезная статистика, чем АПИ. Разумеется, к ней будет больше внимания. Если запасы снова вырастут, будем, соответственно, дополнительно распродавать этот актив. Ну или, по крайней мере, уверен, что многие уже находятся в коротких сделках. От этого отчета можно получить неплохой сигнал, который только успокоит, опять же, нас, которые, ну, многих трейдеров, которые зашли в сделку раньше и, к сожалению, находятся сейчас в минусе. Но все равно этот релиз должен внести ясность в картину по запасам и дать нам локальный буст для коллекционного отката, для продолжения этой динамики, которая должна выйти в постепенное осползание бренда ниже 45 долларов за бар. В четверг по Англии ВВП. Здесь оптимистично полагать и наивно думать, что отчет будет хорошим. Я советую, опять же, если вы сомневаетесь в этом и не согласны со мной, посмотрите последние цифры. Можете зайти на любой экономический календарь и промотать на месяц назад по основным отчетам. Вы найдете там 90% слабых релизов, которые и позволяют нам в преддверии, опять же, того же самого Брекзита и рисков неопределенности готовиться к слабому данным по темпам экономического расширения. Важнейший отчет для доллара. Заказан товар длительного пользования и индекс деловой активности в сфере услуг. Вот здесь я жду позитива, жду дополнительного сигнала для роста доллара и жду, как на наших глазах будет повышаться вероятность роста и разгона процентных ставок уже по итогам июньского заседания. Я надеюсь, что покупатели доллара и те, кто, так же, как и я, по обычаю настроены в отношении этого валютного актива, настраиваются на хорошую статистику, собственно, как и я. Ну и в пятницу еще несколько важных отчетов по США. В принципе, весь день по содержанию экономического календаря будет посвящен американской статистике. В 15.30 это ВВП и индекс расходов на личное потребление, потом Мичиганский индекс и отчет Бекер Хаджес по нефтяным платформам. Напомню, что за прошлую неделю мы увидели, как количество платформ не снизилось. Может быть, это затишье перед боей, которое может вылиться в постепенный прирост уже этих нефтяных платформ, что в целом должно стать причиной серьезного давления на позиции Брента. Что касается ВВП, как и было отмечено ранее, я разделяю позицию многих голосующих членов ФРС, которые констатировали неизбежность сохранения тренда восстановления американской экономики и которые прогнозируют очень хорошие данные по ВВП. Мы отталкиваемся, опять же, от последней статистики по индексу потребительских цен, от роста заработных плат и роничных продаж. То есть, есть основания увидеть прирост по ВВП, который в конечном счете может быть конвертирован в неплохой буст и дополнительный повод для покупок доллара. И в целом, эту статистику мы будем также интерпретировать даже не с точки зрения того, как она в моменте повлияет на доллар, а то, как эта статистика может повлиять на позицию прочих голосующих членов ФРС, которые сейчас сохраняют нейтралитет и еще не до конца уверены в том, что готова экономика, а США к повышению процентных ставок. Я надеюсь, что готова, это понимание придет ко моду. Ну и что касается заключительного слайда, который представлен основными валютными парами и ориентирами до конца этой недели. Евро доллар 1.1150, австралийц против доллара 0.7150, USD на 110.50 фунт против американца 1.4350. В целом, коллекция рисковых инструментов и рост американца. Думаю, что в этом плане, в этом ключе мы и будем двигаться в ходе этой торговой пятидневки. На этом все, уважаемые трейдеры. Если есть вопросы, жду их, либо в общем чате, либо в рубрике «Вопросы». И с радостью на них отвечу. Евгений, возвращаюсь к вашему вопросу по нефти. Если вы вошли в шорт по цене 48, на мой взгляд, нужно, конечно же, посмотреть на актуальную загрузку вашего сейчас депозита. Такую просадку вы, в принципе, можете присидеть. Но если бренд умудрится оказаться выше 50-20, тогда будут риски того, что он прибавит еще несколько долларов. Наверное, такой сценарий сейчас мне не хочется даже анонсировать. Но вы должны понимать, что в случае пробоя сопротивления 50, уже совершенно очевидно, что трейдеры затащат актив еще выше. Пока все разворачивается в том ключе, в котором нам необходимо. Лично я продолжаю визуализировать этот спад, следить за новостным фоном и содержанием, соответственно, сводок новостей. И каждый брифинг доносит до вас эту информацию. Что касается тейк-профита, ну давайте пока не будем о хорошем, собственно, так же, как и о плохом. Не будем ограничивать себя по потенциальной прибыли. Тем более, что если вы относите себя к разряду долгосрочных трейдеров, вы должны понимать, что в случае разворота бренда и уверенного снижения вниз, мы увидим значение гораздо ниже, чем 45 долларов за баррель. Не нужно будет себя отказывать в том, чтобы поймать такой затяжной профит. В контексте повышения ставки вы все правильно делаете, потому что каждый рост процентных ставок и нормализация денежно-кредитной политики – это то, что лишает прибыли корпоративный сектор. То есть отбирает несколько процентов капитализацию всей фонды. И совершенно правильно, даже сейчас одних ожиданий, достаточно того, чтобы начать уже раздувать американский фондовый пузырь. И если мы дойдем до повышения процентной ставки и будем готовиться к тому, что до конца года это не единственный шаг, то американская фондовая секция и индексы, которыми она представлена, очень неплохо просягнут. Сергей, по поводу прогнозов по Морген Стэнли. Я использую терминал Блумберг. Есть такая возможность, но периодически дома, когда бывает свободное время, смотрю канал Блумберг. В принципе, доступен он в, скажем, бесплатном формате. Я думаю, что в интернете не составит труда найти, его подключить и время от времени смотреть. Там часто приводят оценку инвестиционных банков, хотя учитывая то, что Блумберг – это Америка. Но на что им еще ссылаться? Там отчеты многих банков, ну буквально всей банковской элиты и банковской сферы. Если вас интересуют ссылки на эти источники, я уверен, что вы почерпнете там достаточной информации. Ну, поскольку вопросов больше нет, огромное всем спасибо за заданные вопросы. Надеюсь, что для дискуссии в последующем будет их больше. Может, кто-то не успевает их записать. Если это так, то не забывайте, что я всегда для обсуждений на нашем официальном канале на YouTube. Вы всегда можете связаться со мной через вашего персонального менеджера, либо оставить любые комментарии на форуме Markets, где я с удовольствием подключусь к обсуждению, собственно, так же, как и другие участники этого форума. И таким общим, таким полярным мнением мы непременно, как и всегда, должны выйти на золотую середину в более объективный и взвешенный взгляд в отношении любого актива, который сейчас присутствует на рынке. Евгений, по поводу еврофунта. Сейчас нет у меня перед глазами графика. Нужно посмотреть за ситуацией и, в целом, еще раз оценить влияние фундамента. Думаю, что по фунту и по евро мы с вами, собственно, так же, как и с другими участниками вебинара, сегодня проговорили детально. На ваше усмотрение. Взвесь сейчас фундамент, который идет по Британии и по евро. И примите решение, какой из актив является сейчас более перекупленным. Я считаю то, что это все-таки британская валюта. Поэтому в отношении пары еврофунт я бы сейчас сделал локальную ставку на восстановление. И придерживался бы этого взгляда буквально до прояснения картины по референдуму. То есть, может быть, даже до 23 июня. Еще целый месяц. Так, ну, вроде бы, разобрались с теми вопросами, которые я сейчас вижу. По каналам коммуникации также отметил. Вы можете оставлять ваши вопросы там. Не забывайте, что каждый день в прямом эфире я на Перископе в 9.30 по московскому времени. Те, кто не может посещать брифинг так рано, ну или по другим, просто причинам и обстоятельствам, есть всегда записи, которые также доступны на канале на YouTube. Огромное всем спасибо за внимание. Удачной вам торговой сессии. Удачной торговой пятидневки. Попутных трендов и отличного профита. Увидимся завтра. Всего доброго. До свидания.